Добрый день! Сегодня мы отвечаем на трудные вопросы наших зрителей на православном портале Экзегет. И вот задается очень интересный вопрос одним из наших зрителей, который обращает свое внимание на одно из мест в книге великого пророка Исаии, где тот говорит, описывая запустение, «И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой». Это книга пророка Исаии, 34 глава, 14 стих. И вот зритель спрашивает, лешие привидения существуют? Здесь речь идет о реальных духах, сущностях, или это просто поэтический образ? Ну, тут надо немножко как бы разделить какие-то моменты в этом вопросе. Ну, вообще, святой пророк Исаия очень так вдохновенно и в то же время очень поэтично, и, безусловно, мы не можем отказать этому тексту, особенно если прочтем весь контекст и вообще всю эту главу, уж не говоря о всей книге пророка Исаии. Мы, конечно, никак не можем отказать ему в поэтичности и в том, что Исаия использует очень много таких поэтических образов, и, может быть, они всегда действительно таких реальных. Например, если мы то же самое место прочтим дальше, то вот здесь святой пророк Исаия, он описывает то запустение, которому по суду Божию будет подвергнут Едом, Едомское царство. Едом — это Едумея. Это, так сказать, родственная, отчасти иногда союзная евреям племя Едумеев, потомки одного из праотцов, Исаава, но в то же время жившие таким полукочевым образом жизни, и зачастую подвергавших жителей в особенности Иудеи и других областей израильского государства таким опустошительным набегом. За их нечестие Исаия возвещает им их земле запустение, и это запустение рисует очень такими яркими и очень поэтичными образами. Ну, а степень их реалистичности и того, где здесь, так сказать, поэзия, а где здесь просто указать на какие-то реалии, может, в общем-то, указывать и другие места из этой же главы, из этой же книги пророка Исаии. Например, следом здесь идет вот такое описание. Там угнездится летучий змей, будет класть и яйца, и водить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Ну, насколько летучий змей и откладываемые им яйца являются, так сказать, действительно существующим или образом поэтически мы уже, так сказать, предлагаем судить зрителям и читателям самим. Но я думаю, что это уже может что-то нам сказать и о предыдущем стихе. Безусловно, в нем содержится поэзия. И когда кто-то говорит, что ночное привидение будет находить себе там покой, наверное, это тоже, так сказать, отчасти такое вот все-таки влияние той поэтической образности, которую использует святой пророк Исаия. С другой стороны, действительно мы знаем, что, ну, во-первых, какие вещи, которых нам напоминает это место пророка Исаии. Во-первых, действительно те места, в которых люди грешили, в которых они угождали дьяволу, в которых они совершали те дела, которые угодны ему, как правило, всегда являются впоследствии по своем запустении предстанищем нечистых духов. Дело в том, что вот по каким-то таким действительно наблюдениям нечистые духи очень тяготеют к тем местам, в которых совершался какой-нибудь грех. И они подолгу продолжают навещать эти места. Некоторые святые отцы даже сравнивают, вот, так сказать, отношение нечистых духов к тем местам, где совершались какие-то вот грехи и проявлялись какие-то страсти, к диким собакам, которые прибегают к мясной лавке, где мясник рубит мясо. Даже когда мясник перестанет рубить в этом месте мясо, ошметки которого так любят подбирать эти бродячие собаки, они все равно будут продолжать прибегать на это место даже и после этого, привлекаемые воспоминанием о том, что они здесь кормились, они здесь получали свою пищу. Точно так же и демоны подпитывают свою злобную энергию своего греховного существования воспоминаниями о тех страстях, о тех грехах, в которые они в каком-то конкретном месте вергали послушным человеком или даже целый народ или целое общество какое-то. Поэтому мы знаем из житий святых, что нечистые духи очень любят их потом эти места обживать. Вот, например, в окрестностях Мертвого моря напротив той самой Думеи как раз-таки есть такая гора Касталион. В житии преподобного Савва Священного говорится о том, что это было место, мимо которого боялись проходить пастухи и зачастую даже гибли там. На этом месте, на горе Касталион, в свое время построил один из своих замков царь Ирод и совершал там многие беззакония, казнил и мучил там очень многих людей. Это уже было в тот период, когда он совершенно утратил здравый рассудок и, в общем, проводил свою жизнь в жестокостях. И преподобному Савве пришлось для того, чтобы очистить это место от бесов, которые спустя много веков после смерти Ирода продолжали считать это место своим, провести там целую ночь в таком молитвенном борении. И окрестные пастухи слышали раскаты грома и видели, как эта гора сотрясалась, они были в страшном испуге. Вот оказавшись очевидцами, отдаленными того борения, которое совершал в своем духе на горе Касталион преподобный Савва с захватившими это место нечистыми духами. Утром он спустился с этого места и сказал пастухам, что отныне они могут быть спокойны и никакие бесы больше их не потревожат, не нанесут ущерба ни им, ни их стадам. И для того, чтобы упрощить свой молитвенный труд по очищению этого места, он основал там один из своих небольших монастырей, поселил там своих учеников. Из этого и других подобных примеров мы видим, что нечистые духи очень любят действительно годами, а то и столетиями селиться и как-то вот находить свое успокоение в тех местах, где когда-то совершались в особенности тяжкие такие грехи. Поэтому в этом смысле это является каким-то таким моментом действительно не просто поэтическим, а отражением определенной духовной реальности, о котором говорит святой пророк Исаия. С другой стороны, что касается вот этого разделения на леших и привидениях и так далее, ну, лешие привидения — это все те же самые нечистые духи, которые просто любят являться человеку в каких-то разных образах. Мы знаем, что у разных нечистых духов есть свои, ну, собственные предпочтения. Есть дух плуда, есть духи, которые получают свое удовольствие от уныния, от тщеславия, от каких-то других грехов. Да, у духов есть определенная специализация, которая, видимо, каким-то образом соответствует тем духовным дарованиям, которые у них были, которые наложили отпечаток на их личность, на их сущность, но которые они утратили и которые они извратили в своем вот в этом уже греховном образе существования. Есть нечистые духи, которые предпочитают для своего жительства пустыни, есть те нечистые духи, которые любят леса и так далее. Видимо, это тоже связано каким-то образом с тем их, ну, что ли, предназначением, которое было дано им до того, как они имели несчастье присоединиться к грехопадению своего начальника сатаны. Вот, поэтому можно говорить о каких-то там леших, водяных и так далее, но отчасти здесь это тоже имеет место просто фольклорный поэтический вымысел, а отчасти вот те духовные реалии, о которых мы можем судить, ну, в общем-то, не особо глубоко вдаваясь в них без какой-то такой необходимости. Ну, в общем, все, что связано с нечистыми духами, лучше не подвергать какому-то нездоровому любопытству, ну, принимать, так сказать, только то, что вот мы все-таки более-менее как-то знаем из вот богатого опыта наших предков, и в первую очередь из богатого опыта святых отцов, из житий святых, из свидетельств священного писания. Вот что можно, так сказать, вот вкратце по поводу этого стиха и вот этого места у святого пророка Исаии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.